Поехали! Продолжаем разговор. И сказительница у нас сегодня, автор сказки прекрасной Марина Макарова. Марин, ну что ж, довольно-таки такая объемная сказка получилась. Две части, да еще и продолжение грядет, я так чувствую. И тут надо с тобой поговорить. Во-первых, почему родилась опять сказка, а не просто так сказала. Вот заповеди такие, такие, такие. Вот жили так, делали вот так. И из этого следует вот это. Ну, для чего сказку-то писать? По поводу сказок вообще, мы несколько эфиров назад провели первый эксперимент. Мое личное ощущение, что когда складывается вот такое повествование, последовательное и как-то увязанное с более-менее реальной жизнью, через него более стройно проявляется образ того знания, которое ты хочешь донести. Дело в том, что академические тексты очень сухие, и в них мало образов. А наше восприятие все-таки в большей степени заточено именно на образное мышление и на какую-то душевную передачу, мне кажется. И вот когда довольно существенно серьёзное, объёмное знание транслируется таким вот сухим научным языком, большая часть этого знания проскакивает мимо. Плюс, ко всему прочему, сухой вот этот академический язык, в силу того, что он менее образный, требует большего количества текста, большего количества слов и становится более трудно воспринимаемым ещё и из-за этого. Во всяком случае, вот из того опыта, который сейчас уже, вот мы уже читаем четвёртый сказ, Сейчас я могу сказать, что эту же самую тему, если бы мы излагали более академическим образом, мы бы получили текст раза в три, в четыре длиннее. При этом те слова, те связки каких-то понятий, которые возможно употребить вот в таком образном тексте, они затрагивают намного более глубокие слои нашего какого-то, ну это, видимо, всё-таки родовое знание. И выстраиваются сразу очень много каких-то параллелей, расширение, объём темы становится на порядок больше. То есть сами слова несут в себе ещё несколько уровней смысла, которые мы воспринимаем, может быть, даже на уровне подсознания. Поэтому мне представляется, что всё-таки вот такая форма передачи знания не только более как бы легко ложится на слух, она и объёмнее в том знании, которое возможно вложить в определённый формат текста. И оно цепляет всё-таки какие-то такие струны нашей души и памяти, которые разворачивают автоматически какие-то пакеты информации, которые в нас где-то прошиты очень глубоко. Именно вот этим, мне кажется, сказы и ценны. Алексей? Ну что ж, давай тогда посмотрим, насколько это всё укладывается и насколько это всё понятно и доступно. Евгений Крестьянин, реплика в эфир. Как красиво осталось купол энергетически-силовой, защитный, надрусью натянуть, чтобы всё это воплотить в ближайшее время? Ты случайно купола не натягиваешь, нет, защитные? Мы много чем занимаемся. Но мне кажется, в данном случае вот этот образ, он настолько сильный энергетически, что ему не требуется большое количество каких-то искусственных защит. То есть если большое количество людей действительно сливает своё намерение, свои желания, свой образ мира в некую такую единую конструкцию, эта конструкция становится очень мощной и непробиваемой. Ведь мы здесь говорим о чём? Что род человеческий не одинок. Что род земной и род небесный едины. О каких куполах ещё говорить? Зачем? У нас есть защита наших предков земных и небесных. Достаточно выстроить с ними устойчивую связь, достаточно поверить и довериться вот этой возможности. И мне кажется, жизнь наладится. Не нужно никаких искусственных построений, никаких технических приспособлений. Родовой устой, он как раз-таки и силён тем, что это естественно природное состояние человека, это существование по кону прародителя, по высшей правде. И, соответственно, сильнее вот этого комплекса не может быть ничего. Алексей. Да, хорошо, разъяснила. Дальше идём. Стефания, реплика в эфир. А вот сказ сей в обязательном порядке исполнять? Почитать, так сказать, наказы наших предков? Спасибо. Но уже, в принципе, ты ответила частично, когда я тебе похожий вопрос задал. Если что-то дополнить есть, то дополняй. Нет, идём дальше. Ну, в моём понимании вот здесь изложена такая конструкция того мира, который потенциально может существовать в наше время. То, что касается наказов предков, мы имеем в виду не какие-то схемы, которые донесены нам сейчас через этнографическую традицию, через какие-то письменные источники, через какие-то артефакты, которые до нас дошли. В данном случае мы говорим о том, что мы в основу вот этого нового общества, новой конструкции взаимодействия людей вкладываем более высокие понятия. И в этом смысле заветы предков имеются в виду заветы высокого уровня. Всё, что происходило в материальном плане, претерпело очень существенные изменения. И на сегодняшний день очень сложно из обилия этнографического материала выделить какую-то цельную концепцию. Разные регионы обращались к какой-то своей версии видения мира. Их жизнь была обусловлена какими-то особенностями местности, того региона, где они проживали. И это накладывало со временем довольно существенные отпечатки и разницу на все те проявления, которые у разных племён, народов проявлялись. И сейчас как нам собрать более-менее цельную картину из вот этой всей мозаики? Более того, мы же не знаем, в каких условиях жили эти самые наши предки. Поэтому нам представляется оптимальным выход всё-таки на высший уровень и выявление чистой схемы, прикосновение к первоистоку и новое простраивание чётких, ясных, понятных схем и алгоритмов, по которым род земной продолжит своё существование. Причём схемы эти абсолютно должны быть чёткие, ясные и простые. Поэтому то, что вот в этом сказе заявлено, и, собственно, эта красная нить, она тянется через все наши сказы о том, что основной уряд, он звучит фактически вот в трёх словах, в трёх предложениях. «Храни род, береги землю и держи небеса». И вот этой формулы более чем достаточно для того, чтобы наш род ощутил почву под ногами, понял путь своего движения и обрёл ту силу, которая поможет ему двигаться по этому пути. То есть не надо мудрить, не надо чрезмерно чего-то откуда выкапывать, пытаться складывать какие-то сложные схемы. У предков наших всё было очень правильно и очень рационально. И вот этому правилу нужно следовать. Не придумывать сложности, а наоборот, выбирать те схемы, которые максимально жизнеспособны и максимально понятны большому количеству родовичей, большому количеству семей, людей, которые захотят двигаться в этом направлении. Хорошо. Далее Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. В сказе освещено множество наших обычаев. Здорово. Но скоро сказ сказывается, да не скоро дело делается. Трудно. Благодарю. А мы не торопимся? Нет, нет, но верно. Вопрос в том, что мы сегодня живём прогнозом, на какой срок мы можем прогнозировать свою жизнь. Кто-то на месяц, кто-то на квартал, кто-то в лучшем случае на год может что-то предположить в своей жизни. Когда мы говорим о подобных выкладках, мы говорим уже о какой-то такой долгосрочной перспективе и о том, куда могут быть направлены мысли и усилия большого количества наших соратников, последователей, всех тех, кто пытается как-то поменять свою жизнь и выйти на более правильную какую-то формулу существования. На сегодня меня, например, очень как-то немножко даже пугает то количество критики и то количество обращений к прошлому, которыми насыщена информационная сеть. Дело в том, что если мы хотим идти вперёд, наша голова не должна быть повёрнута назад. Это очень опасная позиция. Так недолго и свалится. Поэтому если мы хотим двигаться вперёд, давайте развернём голову вперёд и попробуем посмотреть на максимально далёкий горизонт, который только возможен нашему сегодняшнему восприятию. И передадим детям, внукам вот этот самый алгоритм, о чём говорит, по сути, родовой обычай. О том, что устанавливается некое правило, обрисовывается некий образ, которому следует несколько поколений. Вот в прошлом сказе мы это обсуждали, что родоначальник через пятое поколение может увидеть тысячи своих потомков. И он, начиная свою родовую ветвь, может спрогнозировать, как будут развиваться его потомки, что нужно для того, чтобы это развитие было устойчивым, как организовать жизнь так, чтобы она была самодостаточной и позволяла его роду последовательно развиваться достаточно длительное количество времени. Это всё возможно. Вот там был разворот на пять поколений на сто лет. И это нормально. Это человеческий век. Порядка 120 лет человек обязан жить. И, соответственно, на эти 120 лет уж как минимум собственную программу он должен продумать. Вот этот сказ и предыдущий, они как раз и разворачивают вот эту самую программу жизни человека на 120 лет. И я считаю это вполне малой перспективой. Другой вопрос, если бы мы продумали план развития на 500 лет, на 1000 лет. Да, это действительно уже какой-то такой проект большой и длительный. Но в формате одной человеческой жизни, причём на сегодняшний день, я хочу сказать, 120 лет, это вполне реальный срок. Посмотрите на Японию. Они достигли этого. У них уже большое количество людей, которые перешагнули этот барьер. Им существенно больше ста лет. То есть это нормально возможно. Просто нужно понять, в чём вот тот механизм, который позволит тебе жить положенный срок. И в чём заключается та программа, которую ты должен реализовать в течение этого срока. Ведь на сегодняшний день, посмотрите, человек, реализовав материальную программу, где-то к 45, там, к 50 годам приходит к состоянию полного штопора. Он не знает, чем ему дальше заниматься. Вроде материальный план выполнен, дети выросли, дома построены, как бы материальное благополучие приобретено. Всё хорошо, что дальше делать? Чем заниматься? И очень большое количество людей впадает в вот это кризисное состояние, когда они просто не понимают, зачем они живут, что дальше делать. И большое количество уходов из жизни отчасти связано именно с этим. Человек теряет смысл дальнейшего существования. Мы пытаемся здесь сейчас продумать, а как увязаны между собой разные поколения, в каком возрасте, на каком этапе человек переходит какие-то ступеньки собственного развития, как он может быть полезен роду своему, семье своей, какие задачи ему нужно решать, какие цели нужно ставить и каким образом позиционировать себя в семье, в роду и в каких-то больших сообществах человеческих. То есть наше убеждение в данном случае в том, что родовая линия развития это не просто гарантия устойчивого приумножения и развития рода. Это и та база, на основании которой человек находит смысл собственного существования и четкий порядок собственного развития. Алексей. Да, хорошо. Идем дальше. Виталий Микеров, вопрос эфир. Мы живем в современном мире. Кому придет на ум гостей встречать только хлебом и солью? Наверное, помимо хлеба и соли надо еще угощений дать. Ну, в принципе, ты рассказала о том, что стол там ломился от угощений, поэтому реплика, я считаю, не в тему. Как принимать гостей в материальном плане все очень хорошо знаем. Я обращаю внимание, что на этом столе присутствовали только безалкогольные напитки. И ключевой момент, вообще говоря, в этом изложении не сама трапеза, а то, что предшествовало трапезе. То есть это был обряд приветствия, причем сразу двух линий. Что такое обряд? Это оба ряда вместе, когда сливается род земной и род небесный. И вот такое приветствие, объемное, радостное, славление предков земных, славление предков небесных, вот именно это действие является ключевым в этом изложении. От трапеза это уже приятное следствие, потому что во время обряда, конечно, приносятся требы предкам небесным, и то, что им даем, то и сами едим. Поэтому трапеза тут как бы приятное продолжение процесса, скажем так. Завасилька тревожно. Ох, сказительница что-то недоговаривает. Ну ладно, идем дальше. Да, там интрида очень интересная завязалась, и я думаю, мы в одном из эфиров развяжем этот узелочек интересный. Угу. Ладненько, хорошо. Солнце тебе вопрос задает. Марина, здравствуй. Этот сказ как-то относится к неписанной веде. Как происходит проявление неписанной веды? Безусловно, относится. Неписанная веда регулирует не только наше понимание всемирия, не только те образы, которыми мы оперируем, то, на что мы опираемся. Неписанная веда, по сути, является основой для всех наших действий и в Яве, и в Наве. То есть она описывает принципы тех процессов, которые должны правильно происходить, которые позволяют всемирию существовать. Соответственно, тут вопрос совпадения векторов. Вот если ты принимаешь правильные решения, если ты совпадаешь в правде, если ты следуешь вот этому основному вектору движения всемирия, то ты в виде, ты в коне, ты в правде. Если твои действия противоречат им, то, соответственно, и результат будет печальным. Поэтому, да, безусловно, мы здесь проявляем вот эту самую веду неписанную, которая позволяет продолжать жизнь, которая способствует тому, чтобы создавались условия для жизни во всем мире. Но мы занимаем свою определённую нишу, поэтому мы оперируем именно в той нише, которая нам доступна для действий, для принятия решений, для выстраивания какого-то своего небольшого мира. Хорошо. Андрей Чернов. Марина, здравия тебе и низкий поклон. Здравия. Стефани, вопрос в эфир. А есть такая тема, как деградация по ведам. Это возможно время от времени, так как всё циклично. Спасибо. Ну, тут можно сказать, что возможно, безусловно. И не просто возможно, а это регулярно происходит. Но происходит что? Какие веды рассыпаются и перестают быть в векторе веды неписанной? Те веды, которые проходят через наше искажённое сознание. То есть если мы сейчас говорим о, допустим, ведах индийских, на которые у большого количества авторов есть определённые ссылки, и оттуда черпаются какие-то потоки мудрости, можно сказать, что да, с течением времени туда привнесены очень существенные искажения, которые на сегодняшний день для нас могут быть, в буквальном смысле даже вирусом. Нам нельзя прямую брать то, что там прописано. Это нужно переосмыслять. Это нужно накладывать на кальку высшей правды. А высшая правда в чём? Жизнь должна продолжаться. Причём жизнь эта должна быть насыщенной, благополучной. Род должен продолжаться, расти и крепнуть. При этом не тревожить Матушку-Землю, сохранять её, оберегать её и поддерживать постоянную вот эту связь высших сил и наших собственных. Если вот в эту кальку какая-то информация из древних источников не укладывается, то наше понимание такое, что это искажение знания, это отход от веды неписанной. И эти знания принимать к сведению и на них опираться просто нельзя. Тут вопрос как-то не самой веды, а вопрос в том, что мы здесь начинаем её искажать. Искажены не сами веды, а искажены их трактовки. Всё, что там происходит, там и панишады какие-нибудь, то есть это уже трактовки, это не сама веда. Это писали люди, которые как-то по-своему поняли, через свою призму это всё пропустили. Может быть и так. А может быть специально трактовали для того, чтобы их поняли, те, которые находились на каком-то определённом своём этапе пути развития. Возможно, разные варианты. Я тут не вскорю, Алексей. Смысл на сегодня примерно такой, что мы имеем некие тексты, которые называются священными и правильными, но наше доверие к этим текстам должно быть всё время на старожке. То есть у нас должна быть своя вот эта база, своя правда, через фильтр которой мы можем пропустить всю приходящую к нам информацию. Будь то веды, будь то какие-то новые изыскания. Жизнь идёт, не стоит на месте. Появляются новые исследователи, появляются какие-то новые вплески зачастую правильной и полезной информации, зачастую неправильной и неполезной. Как отфильтровать её? Как понять, тебе нужен вот этот поток информации, поможет он тебе развиваться, или наоборот он тебя отбросит куда-то назад? Вот мы предлагаем вот такой фильтр, мы предлагаем вот такую простую очень схему, которая позволит чётко совершенно отсортировать нужное от ненужного. Ясненько. Далее идём. Ирина Морозова. Реплика в эфир. Снаружи, за пределами славянского радио, нагнетание сжатия матрицы, а у нас здесь вольному воле, сказки добрые, разворачивание светлых образов. Да. Да. Потому что сопротивление какому-то вот этому давлению, силой на силу идти сейчас, ну, бессмысленно. Но если нам транслируются какие-то негативные программы, негативные образы, что мы можем противопоставить? А мы можем противопоставить своё понимание и свой образ, исследовать ему, не кормить чужие образы своей силой, своим вниманием, своим временем, а перенаправить вот эти самые свои силы, внимание и время на свою программу и подпитывать её, чтобы она развивалась. Хватит смотреть назад, хватит смотреть на ошибки, хватит анализировать. Мы предлагаем настроить новое. Для этого я как проектировщик, как архитектор могу точно сказать совершенно, что прежде чем что-то построить, надо сначала собрать образ, надо собрать проект. Поэтому мы сейчас занимаемся проектированием образа будущего. В общем, да, незачем подкармливать чужого зверя, давайте своего будем взращивать, домашнего, тёплого и к нам прирученного. А то постоянно вот они вот такие, вот они вот сякие, вот они так и прочее. Это не продуктивно, как мини. Да, мне, честно говоря, мне плевать на то, как они. Я знаю все их повадки. Их повадки сродни повадкам земляных леновозных червей. Ну, что их изучать-то? Тысячу раз одно и то же. Понятно, как они действуют. Давайте уж свой мир-то будем создавать. Вопрос в том, что, разбирая чужое, мы настолько в него погрузились, что совершенно забыли, потеряли собственную нить и собственный интерес. И сейчас наиболее актуальный всё-таки вектор это обратить внимание на себя. А что мне нужно? А как я хочу жить? А какой у меня должен быть образ будущего? Если ты идёшь по улице, тебе что-то не нравится, твои действия. Ты будешь стоять критиковать? Или ты промыслишь о том, как это должно быть? И что из вот этих действий будет более эффективным для выправления ситуации? Хорошо. Лолита Д. Реплика. Слушая такой сказ, понимаешь, насколько ущербна жизнь сейчас и современно бессмысленно. Ты в уныние человека ввела таким сказом. Теперь всё, жизнь разрушена. Я думаю, как раз наоборот. Когда человек познаёт, насколько сейчас он бесцветно живёт, а ему показали образ того, как можно делать, я думаю, стопы свои он направит уже в сторону красивой картинки. Эка, ты выкрутилась. Ну ладно, хорошо. Лолита, смотри, смотри в будущее, светлое будущее. Направляйся взор туда. Идём дальше. Евгений Крестьянин. Вопрос в эфир. Марина, а чем тебя не устраивает копное право? Зачем велосипед изобретать? Только без подходящих внешних условий мы долго будем камень точить. Ты же понимаешь? Ну, вообще-то довольно странное такое почти обвинение. То, что касается копного права, ну, в общем-то, если слушатели немножко поинтересуются, это одна из тем, которые я уже не однажды озвучивала. И я являюсь таким, ну, довольно активным приверженцем именно этой структуры управления обществом и построения социального. Но в данном случае мы говорим немножко про другую структуру. Мы дойдём ещё до копного права. У нас ещё будут беседы о варнах. То есть мы много чего ещё не разбирали. Но начали мы с того, на чём стоит вообще человеческое развитие, на чём стоит наш род, родовая линия. Если не будет родовой линии, никакое копное право не поможет. Некем управлять будет. Дело в том, что только род даёт возможность продолжать жизнь, воспитывать жизнеспособное дальше поколение и обеспечивать собственных потомков возможностью к существованию. А копное управление – это уже следующая надстройка над этой базой. Поэтому я не вижу тут никаких противоречий. И наша позиция достаточно последовательна в этом смысле. У нас заявлено на сегодняшний день достаточно большое количество эфиров. И каждый из них будет последовательно раскрывать разные аспекты, разные стороны того образа будущего, ещё раз я говорю, который мы сейчас прорисовываем. прорисовываем. То есть пока на этой стадии мы просто находимся на первой ступеньке. И с неё какие-то другие вопросы пока ещё непонятны слушателям. Немного терпения, ещё несколько эфиров, и картина развернётся гораздо более широко. Хорошо. На самом деле я тоже не услышал какого-то наезда на копное право. В копном праве говорить ещё пока рано, поскольку надо с семьёй разобраться. Семья – это ячейка общины, её только в общине и выше копное право действует. А в семье тут немножечко другое. Поэтому вот про копное право, наверное, нравится тебе или не нравится. Сейчас вот на этом этапе мы занимаемся, собственно, разбором базовых понятий. То есть вот был эфир предыдущий с Урияром, где разбиралось позиционирование мужского и женского начала. Сейчас как бы продолжение развития этой темы, как мужское и женское начало взаимодействуют уже в социальной какой-то более широкой структуре. То есть мы не можем разбирать копное право, пока у нас вот эти понятия не будут чётко определены и разобраны. Первый вопрос копного права встаёт, а может женщина участвовать в копном праве? И приехали. У нас, если понятия не разобраны до этого, то следуют вот такие вот каверзные вопросы. Если мы вот сейчас разобрали позиционирование, если мы поняли направленность действий каждого из участников процесса, если мы разобрали его функционал, дальше меньше вопросов. они естественным образом отпадают. Поэтому я предлагаю всё-таки как-то последовательно двигаться и выстраивать вот эту нашу картину мира по маленьким кирпичикам постепенно, но основательно. Вот архитектурный подход. Сначала фундамент. Алексей. Хорошо. Так, ну какие-то ещё реплики к нас появились. Я бы не стала так пренебрежительно относиться к индийским ведам. Нет никаких индийских вед. Есть знания, оставленные по всей земле нашими предками. Тогда даже названия такого, как Индия, не было. Ну, я прошу прощения, если кто-то услышал в моих словах пренебрежение. Ни в коем случае. Я очень уважительно отношусь ко всем старым знаниям. Я очень уважительно отношусь к этнографическим исследованиям. И низкий поклон всем нашим исследователям, которые занимаются этими вопросами, которые поднимают для нас вот эти невероятно интересные пласты знаний. Всё это очень интересно и очень хорошо. Но свою позицию, нашу позицию, я уже изложила, что с течением времени всё-таки происходят изменения и искажения. И наша задача на сегодня – обеспечить себе нормальное существование и последовательное развитие. Если мы будем опираться на какую-то искажённую базу, мы не сможем просто это осуществить. Мы не то что развиваться не будем. На сегодняшний день у нас стоит вопрос вообще о выживании. Даже не о развитии, а о выживании банальном. Поэтому вопрос отношения к ведам заключается не в том, что мы там ими пренебрегаем или нет, а в том, что мы смотрим внимательно на эти тексты и сверяем их с необходимостью сегодняшнего дня. Нам необходимо выжить, расшириться и продолжить своё существование в вечности. Так вот свеженькое совсем Лёха Братан написал. «Незачем разбирать каверзы. Предки уже определили, кто в копе. Харе бюрократить. Нужно действовать. Время нету». Ну, давай дальше. Евгений Крестьянин. Реплика в эфир. Мало того, ещё и переводы вед на современный русский язык не точны. Багавад Гите, например, Арджуна называет Кришну другом, а религиозные администраторы переводят «Господи» и так далее. Вот так вот. Ну, да, да. Много разных наслоений, много о чём там можно порассуждать. Вопрос единственный. Вот эти все рассуждения, насколько они продвинут нас к реализации нашего светлого будущего. Вот у нас задача – жить в достатке, спокойно развиваться, чувствовать себя спокойно, быть уверенным в том, что буду ещё я, и что я приду в свой род, и что у меня будут нормальные условия для жизни и развития. Чем вот эти обсуждения старых текстов помогут вот этому моему движению? Я вижу, что ничем. Вот это как раз тот тупик, в котором мы заблудились, и на данный момент никакого движения не происходит, потому что мы стоим на месте с головой повёрнутой назад и совершенно не понимаем, а что делать-то. Наше предложение вот такое – сфокусировать внимание на том, что нам нужно как минимум скооперировать усилия, нужно собраться совместно и начать развивать родовые линии. Осознать себя как родоначальники. Понятно. Радикальный твой взгляд на жизнь ясен. Хорошо. Давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Вопросы, реплики мы зачитали, и надо как-то нам подвести вот наших друзей, слушателей, зрителей к тому, какие же всё-таки акценты мы пытались, донесли? Буквально вот два-три слова. Делайте вот так, получите вот это. Делай с нами, делай лучше нас и всё такое и так далее. Основные акценты на том, что родовой устой – это основа сохранения нашего существования как минимум и развитие как оптимум. Родовой устой держится на простых правилах. Правила из трёх пунктов. Храни род, береги землю, держи небеса. Это правило является фильтром для всей входящей информации. Если какая-то информация не даёт возможности реализовывать один из этих пунктов, значит, она вредна. Однозначно, тут не может быть разночтений. Следующий момент очень важный о том, что у человека жизнь и смысл его существования не заканчивается на реализации материального плана в 45-50 лет. У каждого человека должна быть схема развития его, концепция его развития минимум на 120 лет. И в этом случае он выстраивает не просто свои действия, он выстраивает своё тело, он выстраивает работу со своим духом, он начинает разбираться в каких-то вещах, он начинает взаимодействие с окружающими. Именно в таком ракурсе. Должна быть налажена связь поколений. Мы должны вернуться к тому, что всё-таки не сами родители, допустим, воспитывают детей, и это делает не просто безликое какое-то общество и кто-то там. Есть родовая линия, в которой передаются определённые знания прямой передачи. И делают это бабушки и дедушки. Есть определённый уровень понимания и знания, где заложена традиция охраны и сохранения рода. Это, кстати, к вопросу о копном управлении. В прошлом сказе была вот эта вот вкладочка «Кто и как осуществляет управление?». Просто мы её пока не разворачивали. То есть ключевыми моментами вот этого нашего изложения является мысль о том, что род един, род земной и род небесный встают в два ряда и помогают взаимно друг другу. Задача обоих родов — развиваться и длить своё существование в вечности. И мы не говорим ни о сотнях, ни о тысячах лет. В вечности. Для того, чтобы существовать в вечности, нужно иметь какую-то обоснованную схему, которая самодостаточна, которая не зависит ни от каких внешних условий, которая позволяет сохранять самих себя бесконечно долго. Ключевая мысль — жить ради продолжения жизни, развиваться и совершенствовать окружающее пространство. Вот это те идеи, которые не могут быть изменены. Это те идеи, которые не подвержены каким-то религиозным влияниям. Независимо от того, какой бы ты конфессии ни принадлежал, родовой устой у тебя будет един. Посмотрите сейчас на разные народы, которые населяют нашу землю. Все, кто сохраняет родовой устой, те сохраняют численность населения, те сохраняют свои национальные или какие-то ещё ценности, культурные ценности, те сохраняют последовательность своего существования и развития. А те, кто потерял вот этот самый родовой устой, те просто вымирают и исчезают. Поэтому тут выбирать особо не из чего. Мы должны принять родовой устой и начать нормально существовать. Вот ключевая мысль нашего изложения. Алексей. Будем считать, что это послание нашим слушателям о том, чтобы к этой ключевой мысли прислушивались и её придерживались. Или ты что-то ещё в заключении пожелаешь доброго вечного? Доброго вечного. Я хочу пожелать, чтобы в семьях наших царило не только благополучие материальное, но ещё и любовь, лад, взаимопонимание, взаимность по отношению друг к другу и следование своему предназначению и правильно выстроенное взаимодействие между всеми членами семьи и того рода, который вы имеете на сегодняшний день. Красивое пожелание. Ну что же, мне остаётся только к нему присоединиться и напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 4 апреля 2018 года среда, по одному из старинных 34-й день месяца пробуждения природы до 7500 26 лета пятница. Урок мудрости седьмой. Строй семьи. Напоминаю, седьмой урок – это означает, что предыдущие уроки вы можете прослушать на наших каналах, как на сайте slavradio.org, так и на нашем канале в YouTube. youtube.com.slavradio На других каналах, сайтах, там ещё чего-то другом, в соцсетях мы ваши вопросы видеть не можем, поэтому, если вы хотите задать какой-то вопрос в будущий эфир, или просто прокомментировать какой-то уже записанный ролик, то, пожалуйста, имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваш комментарий был нам виден, то в этом случае, пожалуйста, пишите его там, где мы можем увидеть. Это наш сайт или наш канал на YouTube. slavradio.org Ну что ж, благодарю тебе за то, что очень интересно поведал нам сегодня. Замечательный рассказ. В очередной раз снимаю шляпу, низко кланяюсь, а нашим слушателям и зрителям желаю добра. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио, Марина Макарова и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова